But please tell me who I am, who I am. Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас доктор психологии Алена Якуб. Добрый день. Здравствуйте. Да. Вот давно вы у нас не были в эфире, есть что обсудить. Тем более, что последнее исследование показало, что более половины респондентов после всей этой пандемии испытывают эмоциональное напряжение, даже депрессию, другие психологические проблемы. Ну, в принципе, это вроде понятно. Полтора года продолжается уже этот ужас. Все-таки что тут можно порекомендовать и обществу в целом, и людям, может быть, даже властям в этой ситуации? Ну, такой сразу большой обширный вопрос. Ну, начнем с того, что, да, пандемия дала всплеск и больше работы для психологов, психотерапевтов, психиатров, врачей, адвокатов и прочих-прочих служб. С чем это связано? Прежде всего, с физическим дистанцированием, которое повлекло за собой разрыв социальных связей. То есть мы меньше стали общаться за счет того, что у нас был объявлен строгий карантин, самоизоляция, дистанцирование. То есть связи стало меньше, за счет чего человек почувствовал себя менее защищенным, более уязвленным. То есть один. Когда человек один, а человек – существо социальное, он не может быть один на самом деле. Он чувствует себя, как сказать, на своей тарелке. За счет этого и начался всплеск вот этих всех психологических, психосоматических расстройств, как следствие вот таких вот закономерностей. И социальные связи, разрыв, конечно, повлекли за собой психологические проблемы, психиатрические в том числе осложнения. Ну и всплеск хронерических заболеваний и так далее, и так далее. Это одна большая цепочка, которая одно тянет за собой другое. То есть это как, вы знаете, что-то подобное, когда вот это очередной стресс. Общество получило очередной стресс, очередную нестандартную ситуацию для человека в частности и общества в целом, из которой нужно искать выход. Такого опыта не было раньше. То есть нужно приобретать новый опыт. То есть на сегодняшний момент мы столкнулись с новым, чем-то новым и неизвестным. И далеко не хорошим, потому что это болезни, это летальные исходы, это отсутствие контактов, это отсутствие работы, локдауны в работе в том числе и так далее, и так далее, и так далее. Вот тоже интересно, вот если мы говорим об этих последствиях, то что вы очень точно подметили, что вот надо искать выход из этой совершенно нестандартной ситуации. Если мы возьмем, ну не знаю, хотя бы прошлый год, то было такое ощущение, и людей можно было понять, особенно таких более эмоциональных, более нервных, можно было понять, поскольку нам что говорила официальная медицина, что у нас фактически нет ни специфического лечения от этого вируса, ни вакцины, ну на тот момент. И тут понятно, что впасть в панику было очень легко, мы видели эти трагические случаи, особенно осенью, зимой рост заболеваемости. Если еще весной прошлого года мы как-то так легко пережили, многие подумали, ну вот, так сказать, как-то вот Латвия, это покасательное прошло, потом мы выяснили, что это не покасательное, и действительно здесь было основание для паники. Сейчас вот другой процесс, понятно, что еще специфических лекарств по-прежнему нет, но зато появилась вакцина, в той или иной степени эффективная, и вот сейчас тоже идет большая дискуссия, не только в политических кругах, вот что делать государству в этой ситуации. С одной стороны, говорят, вот вакцины, вот даже есть выбор, можно спорить, насколько он велик, ну, по крайней мере, 2-3 вакцины вариантов есть, да, это бесплатно, пожалуйста, прививайтесь, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что около 35% всего населения Латвии привилось, это при том, что есть разные возможности. Я сейчас не хочу даже по этому поводу морализировать, но вот в результате у власти есть два варианта. Продолжать, не знаю, уговаривать население это сделать, и говорят, что вы знаете, ну, даже если у вас есть шанс и вакцинированным заболеть, но все-таки вы заболеете не так тяжело, не будет летального исхода, пожалуйста. Есть вариант не пряника, а кнута, вот этот вариант, как мы знаем, Кабинет Министров поддержал еще впереди 7. Чтобы вы, не знаю, как психолог, могли посоветовать, как найти этот баланс между кнутом и пряником, или, может быть, просто пойти на задабривание, как кто-то сказал, или, как высказался омбудсмен, омбудсмен, что, не знаю, попытка подкупить население, там, лотереи, может быть, какие-то премии, призы, еще что-то? Ну, вы мне задали такой вопрос, на который на самом деле нет ответа, и однозначно было бы очень так это неразумно дать ответ, как это нужно сделать. Скорее всего, нужно посмотреть на историю. История говорит о том, что пандемия, всплеск каких-либо заболеваний массовых, был регулярно раз в сто лет. Откуда уж это взялось, из космоса, из пробирки, из природы, здесь дискутировать не будем. И всегда было скептическое отношение к чему-то новому, новому и неизвестному. Во-первых, новое и неизвестное все подогревается так называемыми слухами, которые идут из уст в уста. В наше время сейчас самое популярное это цифровые технологии, которые все читают. И они вызывают у человека такое чувство, как называется, страх и неизвестность. Что же будет, если? И начинаются рассказываться истории. Вот у меня была бабушка, ей 86 лет, она привилась, на следующий день она умерла. Или там у меня знакомый, он привился, все равно он заболел, он переболел. Одни рассказывают такие страсти, другие рассказывают другие страхи, что вот, я там ковид-диссидент, и этого всего не существует. Одним словом, каждый верит, как в том анекдоте. Говорит, что это такое? Говорит, это религия, или как это, как там в анекдоте было? Когда говорит, веришь, не веришь, ритуалы соблюдать обязан. Да. Что-то такое. И тем не менее, сегодня в Долфи я прочитала такую интересную статью, что один из руководителей Ассоциации дерматологов предложил выплатить компенсацию 300 евро всем привитым в Латвии, как стимулы поощрения для вакцинации. Вы знаете, все способы хороши, но человек должен понять одно. За него никто не возьмет ответственность за его жизнь. Это его персональная ответственность. Решение сейчас такое, общепринятое. Есть вакцина? Пожалуйста, прививайся. Говорят об этом врачи, говорят медики, все медики говорят. Хочешь – делай, хочешь – не делай. Конечно, должна быть активная информационная компания. Зачем это делать? В некоторых случаях, может быть, должны даже быть жесткие условия. Ты можешь работать на работе, которая связана с риском и для других людей. Допустим, это система человек-человек, обслуживание пожилых, врачи и так далее. Но ты должен как-то соблюдать меры предосторожности и быть безопасен не только для себя, но и для другого. Здесь хороши все способы. И каждый способ будет действовать именно на того человека, который ему подходит. Это как со штрафами на превышение скорости. Сколько штрафов и какие усложнения не выписывают, тот, кто ее превышал, он все равно будет превышать. Одно дело, что их будет меньше. Примерно вот в таком ключе я готова посмотреть на этот вопрос. Но, конечно, информированность. Информированность и еще раз информированность. И надо сказать, что из вот этой массы привитых людей одна треть это люди пожилого возраста, то есть самые ответственные. Конечно, первые приявились врачи, которые работают непосредственно в красных зонах. Вторые приявились пенсионеры, потому что они по своей природе и по своей сути самые исполнительные и самые тревожные за свою жизнь и безопасность. То есть они находятся в самых уязвимых ситуациях жизни. То есть у них возраст, отсутствие сил, отсутствие каких-то возможностей постоять за себя, поэтому они используют вакцину. Да, вот может быть о пожилых людях еще обязательно тоже поговорим. Такая большая и важная тема. Вот вы упомянули действительно информационную кампанию. Здесь тоже вот такое интересное наблюдение у многих экспертов, с которыми я тоже общался. Сначала, на начальном этапе, может быть, действительно было уместно привлекать таких, ну, как говорят, ньюсмекеров, известных в обществе людей. Да, я не знаю, кто это, может быть, там, актеры, музыканты, певцы, в общем, известные в обществе люди. Бывшие президенты были задействованы. Но мне кажется, сейчас вот на данном этапе все-таки больше слова надо давать действительно медикам, не знаю, инфекционистам, эпидемиологам, даже реаниматологам, которые вот работают в этой красной зоне, чтобы они объяснили, зачем и почему это надо, поскольку вот, когда очень долго вот эти известные люди крутятся, показывают свое плечо, то у людей может возникнуть такая обратная реакция и скажут, слушай, ну ты же музыкант, ну играй, да, ну зачем ты нам о медицине рассказываешь? Знаете, кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса. Если для кого-то кумир-музыкант, и для него важно, что скажет его кумир, пусть для него говорит его кумир. Если для кого-то важно мнение эксперта-медика, пусть это будет медик. Если для кого-то важно мнение политика и еще и демонстрация политика личная, что я привился, пусть это будет этот политик. Если в кругу любого сообщества профессионального, вот я пришла в свое сообщество, мне говорят, ты привилась? Я говорю, да. Говорит, а чего молчишь? Я говорю, я уже забыла об этом. Говорит, и как ты себя чувствуешь? Я говорю, прекрасно. И мои коллеги ходили, смотрели на меня, как на что-то такое. Говорит, как ты себя чувствуешь? Я говорю, я хорошо себя чувствую. Когда у тебя вторая прививка? Через такое-то время. Через время. Уже они следили за часами, когда у меня вторая прививка, я не успела зайти в помещение. Как ты себя чувствуешь? Я говорю, друзья, я себя чувствую хорошо. У меня, слава богу, организм никак не отреагировал. У меня все замечательно. Чем ты прививалась? То есть это получается персональная реклама. Персональное доверие. Это работает лучше всего. И мои коллеги пошли прививаться со словами. Ну ладно. Ну надо, да. Наверное, надо. Наверное, надо. Вы знаете, мы как-то сели в кругу и за чашечкой кофе поговорили о страхах. Вот так вот профессионально поговорили о страхах. Ну давайте порассуждаем, чего мы боимся. Там написано, ну вот в этих вот, скажем так, в черных постах написано, что изменится генетика человека. Я говорю, в чем должна измениться генетика человека? Рождаемость будет меньше. Я говорю, друзья мои, у кого ее не было, эта рождаемость, у того ее не будет. А у кого она была, у того она и будет. Вы боитесь рождаемости? Да. Я говорю, вы боитесь? Вот и главное, самое интересное, что рассуждали люди, у которых уже ближе к пенсии, чем ближе к генетародному возрасту. Да, да, да. Говорят, о чем вы сейчас беспокоитесь? Я говорю, друзья мои, я говорю, в моих планах, допустим, следующее, это я хочу собаку. С детьми у меня уже все, я закончила. Да, ну да, действительно. Я говорю, что такое должно измениться? Он говорит, ну, ну, человек изменится. Я говорю, хорошо. Что должно? Хвост вырасти, язык раздвоится, уши какие-то появятся. Я говорю, ну так чем идти к пластическому хирургу, так станем краше так? Ха-ха-ха-ха-ха. Да, обсмеялись, посмеялись. Да, действительно, чушь какая-то. Что еще? Умрем в час икс. Ну, хорошо, давайте посчитаем. Умрем в час икс. Альцгеймера нет, маразма нет, памперсов нет, умерли в час икс. Чем несчастье? Ну да, счастье. Одним словом, если подойти к этим страхам с уважением, посмотреть на вот эти страхи свои, чего же я боюсь? Посмотреть на другую сторону, критическую, только со своего угла зрения, с того, который понятен вам. В результате, я так понимаю, у вас все привились в итоге? Практически все, практически все привились, но вот пару человек еще в процессе выбирают эту вакцину, которая один укол. То есть народ стал более практичным. Говорит, чтобы за один раз, чтобы в два раза не ходить. Ну, может быть, в этом тоже есть какая-то своя серомяжная правда. У вас большой опыт работы, особенно в последние годы, я знаю, с пожилыми людьми, вы уже затронули эту тему. Казалось бы, что вот пожилые люди, может быть, кому-то это покажется очень таким неожиданным заявлением, пожилые люди вроде бы должны вот эту напасть, пережить более легко. Почему? Потому что они принадлежат к тому поколению, которые какие только испытания не переживали, тут можно перечислять. И те, кто после войны родился, все эти послевоенные неустроенности, голод, холод. И те, кто пережил все эти бесконечные такие реформы, такие денежные развал страны и все что угодно. То есть много испытаний на долю наших пожилых людей выпало 70 плюс, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что к этому возрасту уже и заболевания есть и еще более, наверное, страшно. Вот, может быть, не ваше впечатление вот от общения, от работы с пожилыми людьми? Вы знаете, пожилые люди одна из самых уязвимых слоев населения ввиду того, что они больше всего страдают из-за вот этой, как я говорила, физической дистанции. То есть они не могут общаться или не могли на тот период сейчас, слава богу, у нас лето, у нас послабление, мы можем насладиться встречами и общениями друг с другом. Наиболее уязвимо страдали от вот этого отсутствия физического контакта, физического общения. Пожилые люди, конечно же, вот из-за разрыва социальных связей, с возрастом и так социальных связей становится меньше. Человек как бы меняет свой социальный круг, то есть нет уже работы, меньше становится друзей, интересов и так далее. То есть человек как бы изымает себя из вот этого социального общения, и пандемия показала, что есть еще более большое погружение в цифровые технологии. И эти самые цифровые технологии, их начинают поглощать. И если раньше пенсионеры с удовольствием гуляли, точнее люди, я бы сказала, золотого возраста, да, мне как-то так больше нравится, я уже тоже скоро буду с такого возраста, я бы хотела, наверное, чтобы меня называли не пенсионеркой, а дамой золотого возраста. Итак, вот эти самые люди, они стали меньше гулять, они стали больше времени проводить в цифровых технологиях. Это, конечно, большая угроза для них, потому что нужно много двигаться, максимальное количество движений, сколько может человек, то есть прогулки, общения и круг интересов. И эти люди более стоически, несмотря на страхи, переносят вот эти все информационные потоки, которые вызывают у них негативную реакцию и страх, и общение друг с другом, когда тот-то умер, тот-то умер, и говорят, умер от ковида. Но если начинаешь разговаривать и, как говорится, строить причинно-следственную связь, но умирают от хронических заболеваний, осложнением которых явился, допустим, ковид, потому что с возрастом у нас появляются хронические заболевания. Вот они-то являются прежде всего, и осложнение идет на них. Вот отсюда. И сейчас, как вы правильно сказали, на первое место слово надо давать врачам. Пусть они рассказывают во всех красках и подробностях, как вообще, что делает болезнь с человеком, как от нее можно защититься. Особенно те, кто не верит. Но пенсионеры и с тех, с кем я общаюсь, и наши группы, вот эти большие, у нас много групп, они все большие, молодцы, и чуть ли не 90% из них привиты, не привиты только те практически, кто-либо в таких глубоких каких-то тревогах пребывает, либо те, у кого есть медицинские приписания, то есть невозможность привиться. Да, вот по поводу группы, это очень хорошо, что вы заметили и напомнили, сейчас мы буквально, я попрошу вас не уходить далеко от экрана, Алена Яков у нас, напомню, посредством зума, сегодня у нас в прямом эфире, буквально прервемся на пару минут, не переключайтесь. Мы знаем, вы слушаете радио болтком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Еще раз добрый день, Алена Яков по-прежнему с нами в студии, вот вы упомянули группы вот сеньоров или пожилых людей, я так понимаю, что на каком-то этапе эти группы, наверное, встречались только удаленно, да? Да, весь этот год группы, которые были, по крайней мере, организованы и организовались, работали только в онлайн-режиме, на платформе Zoom, и мы с вами тоже сейчас встречаемся уже в новых реалиях, в новой технологии, на платформе Zoom, и это достаточно удобно. На тот момент это очень удобно и практично. Во-первых, это экономит время, это экономит ресурс, но также очень важно делать и хотя бы по возможности очные встречи. И когда стало разрешено, и первая информация пришла о том, что все привитые, до 20 человек могут встречаться, мы тут же реализовали все эти возможности. Потому что это очень важно, да? Особенно для пожилых людей, вот такие социальные контакты, да? Это важно для любого возраста. И для детей это важно, потому что дети в живом общении учатся социализации и вообще жизни, жизни как таковой среди людей. И взрослым людям среднего возраста это важно, потому что мы скучаем друг по другу, по близости, по отношениям, по приветствиям. И это важно, конечно же, для людей старшего возраста, которые вообще ведут более уединенный образ жизни, такой более замкнутый. И эти встречи очень важны. Сейчас группы до того, скажем так, воодушевились вот этими разрешениями общаться, что самостоятельно уже... Вот я бы хотела поговорить такую тему, затронуть, как индивидуальное желание, вот персональное желание идти к людям, идти и общаться, искать к тебе единомышленников. Я зачастую слышу такое. Это в моем возрасте невозможно. Все умерли, все уехали. Я остался одна и так далее. Вот никого нету, я живу вообще не в том районе. Вы знаете, у моего подъезда встречаются три дамы уже в течение вот этого года. Они договорились в определенное время, они гуляют друг с другом. когда была пандемия на разрешенном расстоянии в масках, это было очень забавно свидеть, они гуляли друг с другом, ну, вместе в одно и то же время вот здесь по району ходили в масках на почтенном расстоянии. Сейчас, когда возвращаюсь всегда домой, вижу у подъезда эти дамы собираются на скамейке и уже идут гулять очно. И мы так приветствуем друг друга, они говорят, да, мы собрались, мы идем гулять, вот все, мы уже, у нас там свои дела. То есть можно даже не... Потому что уже жизнь наполняется каким-то смыслом. Да, жизнь наполненная смыслом, смыслом общения, смыслом социализации, им интересно между собой. Следующий, такой очень важный вопрос, это быть включенным в свои дела, в которые нравятся. То есть найти увлечение. У меня есть одна замечательная дама, она говорит, для меня главное ходить, дышать и рисовать. Я у нее спросила, когда вы начали рисовать? Вообще, как вы начали рисовать? Она говорит, я никогда не думала, что я буду рисовать, но как-то там, случайно, где-то что-то, и я попробовала. Говорит, я не рисую, я перерисовываю. Говорит, ну мне это так нравится. Другая, оказывается, вяжешь, какие-то там невообразимые, невообразимые тапочки всем дарит. Третья, что-то там, печет, как и пироги, уже всех пирогами закормила. Четвертая, составляет экскурсионные программы, всех зовет на экскурсии. Пятый, там, рассказывает все новости о том, что, где, когда произошло. То есть, люди, которые хотят найти общение, они могут его найти. Другая, разбила возле сада, возле своего дома, чудесные садовые клумбы. Клумбы, которые, я не знаю, там, садовники позавидуют. Ну, вот, вы упоминали еще вот эти группы. Это что группы? Это что это такое? Это группы по интересам пенсионера собираются? По возрасту? Что это? Те группы, о которых, вот, я могу сказать, у нас есть такие группы качественного долголетия. Они организовывались изначально, как профилактика деменции и болезни Альцгеймера. То есть, у нас были очень четкие функции, да, то есть, это профилактика нарушений когнитивных функций, которые переросли уже в большее. Они стали такие группы единомышленников. Хотя основная функция осталась, да, то есть, у нас идут занятия по профилактике именно нарушений когнитивных функций. Но это превратилось в группу единомышленников. Люди уже внутри группы разделились на группы и так далее, и так далее. Этих групп много. Когда-то мне предложили такой уникальный проект, как создать программу и взять, скажем так, работу с группой по профилактике деменции. Да, и я вот разработала эту программу и начала создавать эти группы, да, и это пошло, да, это пошло, и группы стали объединяться. Это чудесно. И я хочу сказать, что на самом деле много и организаций, и групп. Одна моя клиентка говорит, она не выходит из дома, она практически так мало двигается. Я говорю, как вы проводите время? Говорит, я так как когда-то родилась на Украине, у меня есть теперь связь с Украиной, я люблю котов и спасаю котов, я, значит, общаюсь и, как она говорит, рекламирую пристроить котиков в украинской группе. Так. Представляете, она из Латвии, сидит в Риге, у нее у своей дома четыре кота, она рекламирует котов в украинской группе, которые там бездомных котов пристраивают. Ну и хорошо, если ей это интересно, замечательно. Ей это интересно, ей это замечательно, она вся в этих котах, у нее всегда есть о чем поговорить, она в этом живет. Я говорю, ну все хорошо, но на улицу выходить надо. Да, да, буду стараться. Да, то есть люди находят себе сообщество, несмотря ни на что, если человек только включается самостоятельно вот этот процесс, я есть сам у себя. Вот тоже интересно, мне кажется, что вот эта пандемия, она еще может быть сломала такой стереотип или представление о пожилых людях, которые, не знаю, далеки от современных технологий. Есть же такое представление, ну интернет, ну где же там, вот так мы до пенсионеров не достучимся. Ну, наверное, может быть, действительно есть часть пожилых людей в силу разных причин, которые еще не в этих современных технологиях сидят. Да, но я так понимаю, что вот ваши сеньоры, которых вы консультируете и помогаете им и находитесь с ними периодически рядом, они уже освоили все эти современные технологии. Вы знаете, не могу сказать, что прямо все и освоили все современные технологии, но основные и базовые освоили. И этого достаточно для того, чтобы получать информацию, чтобы обмениваться информацией. И это достаточно для того, чтобы стимулировать, потому что, конечно же, у меня есть в моей клиентской базе люди разного возраста, есть и более старший возраст, который довольно сложно освоить. Некоторые, там, допустим, тот же вход в Zoom, ему нужна помощь или несколько раз тренировок, и он вообще не может в группе работать, ему нужны индивидуальные подходы, индивидуальные занятия. И тем не менее, это все люди, которые в той или иной степени общаются в социуме. Это самое главное. Если даже этот социум закрывается как бы на семью, да, семья и только вспомогательные лица, которые помогают жизнеобеспечения, да, то есть патронажные там и так далее, работники, этого тоже достаточно для человека, если он включен в жизнь, если он имеет вот этот интерес к жизни, если он готов обсуждать политику, если он готов танцевать. У меня есть такая смешная дама, которая заходишь, и она начинает с того, ну, конечно, как она рада видеть, и мы заканчиваем с ней всегда танцами. Мы снимаем ее сцена на видео и танцы и отправляем видео с танцами. Ну и замечательно. Боже мой, никогда не думал, что моя мама так танцует. Говорит, да, ваша мама танцует, а она там танцует во все, да, то есть вот эта вот включенность в жизнь. Вот у нас девиз вообще такой, я есть сам у себя, да, то есть я отвечаю сам за себя, я включаюсь в жизнь в той или иной степени, в которой я могу включиться в жизнь. Там все разные, у каждого свои возможности, не нужно идеализировать, что прямо все так идеально. Нет, не идеально, но все по-настоящему, все живое, все в живом общении. Да, это, наверное, вот эта социализация важна и вот школьникам, не менее, наверное, чем пожилым людям. Понятно, что вроде бы у них вся жизнь впереди, но тем не менее это длительное такое виртуальное обучение, где даже ты не видишь своих одноклассников, я имею в виду очно, да, тоже накладывает свой отпечаток. Вот почему так важно 1 сентября, что все-таки начался нормальный учебный год. Очень важно 1 сентября, чтобы начался учебный год. И еще хотела бы я дополнить, что вы знаете, сейчас на первый план вышла ценность семьи и семейных отношений. Да, это тоже я хотел обсудить, да, в завершении. Очень важно и всем я призываю наладьте все свои семейные отношения, помиритесь, простите, как-то отойдите вот от этих вот распри, которые были, и могут быть в каждой семье, знаете, в каждой семье есть по-разному, но самое главное, чтобы семья была вместе, чтобы ценность семьи была, что есть друг у друга, вот это самое главное. И даже если семья на расстоянии, то вот это ощущение, что ты не один, у тебя есть дети, продолжение, родители, это очень важно, это дает очень большую опору. Это наша внутренняя опора, которая имеет внешние вот корни, корни семьи. Да, но это тоже, наверное, тема, которая еще будет исследоваться, я думаю, и представители разных профессий. Я имею в виду вот это вот длительное нахождение дома. Вроде бы так, на первый взгляд, казалось бы, что это должно укрепить семью, потому что люди так обычно общались по выходным, может быть, вечером перекидывались парой фраз. Теперь они вот во время вот этой самоизоляции и работе на удаленке оказывались вместе длительное время и в результате выяснилось, что вот семьи начали распадаться, конфликты в семье, может быть, потому что мы замкнуты были на этом узком пространстве, у нас большинство жителей все-таки не живут в каких-то больших индивидуальных домах, все мы живем процентов 80-85 в этих многоквартирных клеточках небольших, щевки, литовки, и вот что с этим делать? Это как бы обратная сторона медали, вроде бы и надо укреплять семейные связи и вот самоизоляция этому способствует, оказалось, не совсем. Вы знаете, вот здесь у нас с вами один вопрос перетек другого от 1 сентября, когда важно уйти ребенку в школу, потому что именно в школе в общении со сверстниками он учится. Развитие идет в общении со сверстниками, развитие не может идти изолировано от сверстников. Оно будет, но оно будет несколько уже другим. И так же важно, вы знаете, вот под конец передачи у меня есть такое предложение ко всем семьям. Проведите, пожалуйста, один день без гаджетов. Вообще не включайте ни телевизор, ни компьютер, ни планшета, ни телефона, ничего. Это серьезное испытание, суровое, я бы сказал, по нынешней временам. Да, и попробуйте, есть ли вам о чем поговорить, что вы можете придумать, что может быть интереснее в общении, что можно вообще делать, если ты не берешь в руки телефон, смартфон, если ты все время не читаешь новости, потому что мы не умеем общаться, не умеем общаться, потому что нам некогда. Некогда, потому что мы загружены. Если мы посмотрим, чем мы загружены, то окажется, что некоторую часть времени мы проводим вот в этих самых цифровых технологиях, которые не несут для нас смысловой нагрузки полезной. Мы там не работаем, мы там просто замещаем свою пустоту, да, то есть как бы пустое время. Мы забираем время свое, вот замещаем вот этими вот, мы смотрим либо картинки, либо мы слушаем новости, мы переживаем, не хочется рекламу делать никаким политикам и так далее, мы за кого-то все время переживаем, либо мы смотрим чьи-то каналы, каких-то блогеров, а где в этот момент находишься ты? Где в этот момент твои члены семьи? И не важно, ты живешь один, либо вот ты живешь в семье, вот попробуйте провести один день без цифровых технологий. Может быть, что-то изменится в этой жизни, да? Вы увидите, что вам нужно будет, вы для себя что-то откроете. Это тоже такая интересная картинка, сейчас же все можно увидеть, поскольку в основном общение в общественных местах, если так можно сказать, происходит на террасах, не всех пускают, как мы знаем, в кафе, рестораны внутрь, благо погода позволяет сидеть на террасе, и можно видеть такую замечательную картину, буквально, вот если посмотреть там кафе и ресторан, вот в Риге, в Юрмале люди вот сидят, вот семья, примерно там 3-4 человека, там мама, папа, там дети, и они друг с другом не общаются, по большей части, вот так вот интересно наблюдать, все уткнулись вот в эти гаджеты, и вот такая гробовая тишина, ну может быть, иногда только пару слов там перекинутся, когда там еду приносят, но в основном вот такое ощущение, что вроде бы люди вместе, и в то же самое время они вроде бы и не вместе. Новое выражение сейчас появилось, интернет-соска. Так. Родители дают интернет-соску. К сожалению, она стала появляться у детей в руках уже с 6 месяцев. Представляете, в 6 месяцев ребенок начинает получать вот эту мелькающую информацию. Мультики? Да. Все, что угодно. Родитель в это время может сделать свои дела. Это тоже объективно, почему он дал ребенку это устройство. Ребенок не трогает родителей, не донимает. Да. Какое-то время. Домой человек пришел, он тоже в этой самой интернет-соске, для него это важно, и потом у нас идет такое, ой, у меня расстройство сна, нарушение сна. Оказывается, все технологии, все сомнологи, врачи и так далее говорят, что за 2 часа до сна пожалуйста, не пользуйтесь цифровыми приспособлениями. не раздражайте не раздражайте свою нервную систему вот этим самым мелькающим экраном. Тем более, что хороших новостей фактически у нас нет в интернете. Почитайте, послушайте аудиокнигу, послушайте музыку, займитесь какими-то своими делами, о чем-то подумайте. Одним словом, за 2 часа до сна. Другая часть, пищевое поведение, расстройство пищевого поведения. То есть либо много или мало как стали раньше есть. Раньше были, помните, такие карикатуры, когда едят газеты в руках, газеты развернутые, сидят, едят. Теперь все то же самое, но вместо газеты это, как правило, уже вот такое маленькое устройство в виде смартфона либо планшета и вот там сидит и ест. Сколько ты съел, что ты съел, какие вкусы ты почувствовал, как тебе эта еда, она тебе вообще нравится, ты видел эту еду. Получается, что если обратиться к чувствам, то есть к тому, из чего состоит человек, человеку очень важно чувствовать, чтобы качественно жить, он должен себя чувствовать, окружающие чувствовать. То он и не знает, что он ел, вкусно, невкусно, какого качества еда, какой вкус был. То есть вот здесь вот идет такая целая цепочка некая. Почему сейчас все, вот сейчас была большая международный конгресс, европейский конгресс был по психотерапии, в Вене, онлайн, конечно же, и нам первым, прямо первой строкой шло, чуть ли не каждый доклад начинался так называемого экологического мышления, экологическое в смысле ты должен обратиться к природе. Те, кто обращаются к природе, хоть кактус дома имеют и занимаются этим кактусом, ходят гулять, ближе к лесу, ближе к там, клумбы, все что угодно, занимаются какой-то там ходьбой, гуляют с собаками, те более устойчиво переносят все стрессовые ситуации. Эти ситуации для них не столь травматичны с точки зрения восприятия их психики. То есть человеку нужна вот это настоящее, вот только природа может дать это настоящее, живое. может быть еще такой последний вопрос, ну я не знаю, какой-то степень аналитарический, не исключено, но такое предположение, что вот все вот эти такие вот тяжелые последствия психологические для населения, не только для латвийского общества, разумеется, весь мир находится вот в тисках этой пандемии, еще и связано с тем, что несмотря на развитие медицины и на то, что это 21 век, все-таки это не средневековье, да, с его эпидемией и безысходностью, никто из авторитетных, не знаю, экспертов не может сказать, когда это все закончится, вот мне кажется, что это тоже такой момент, если вначале говорили, ну вот там, ну да, вот было, как вы тоже заметили, каждые сто лет, вот какая-то эпидемия, но вот нету такого вот ощущения света в конце туннеля, ведь нам сейчас говорят, что возможно придется делать и ревакцинацию, да, вот в этом тоже ничего, кстати, страшного нет, но вот может быть это тоже одна из проблем, что вот нет понимания, когда это закончится, не знаю, в этом году, в следующем году, ведь очень важно, пускай этот ужас, но это лучше там такой вот знать, чем ужас без конца. Вы знаете, я не знаю, мне кажется, здесь нет такого ответа, когда это закончится, но вот если с точки зрения слушать то, что говорят медики, медики говорят, нет, если 70% будет вакцинировано, то будет общий иммунитет, да, общий коллективный иммунитет, и уже эта болезнь не будет стоя угрожающей для массового поражения. В принципе, что-то говорится, но вот так сказать, когда это закончится, ну, закончится одно, будет второе. У нас, извините, плановой, стабильной, долгосрочной политики нету в налоговой ситуации, каждый год меняется. Каждый год, да. Да, понимаете, система образования меняется столько раз, что, не знаю, эти бедные школьники, на них глядя, думаешь, господи, хорошо, что мне столько лет, и я уже в школу не хожу. Да, то есть, в принципе, как это, стабильности в мире нет. Да, стабильности в мире нет. Стабильности в мире нет. Опираться надо на себя. Искать все-таки стабильность в себе. И вот хочу еще сказать, одна дама сейчас слушает нашу радио. Так. И она сидела на природе. Сидит, включила громко политические новости, слушает. Я подхожу, и говорю, скажите, пожалуйста, а вы можете назвать, сколько сейчас, а вокруг птички поют, сколько сейчас голосов птиц вы слышите? Она говорит, птички поют. Я говорю, ну вот что, зачем вы слушаете эти новости? Что они вам дают? Она выключила. Да, наверное, надо послушать. И услышала одну, а там было много. То есть, вот это доступ к себе. Доступ к себе. Вот это вот услышать себя. Вот это, наверное, хорошее такое, хорошее завершение эфира. Услышать себя, позаботиться о себе. Вот мы вначале говорили об этой пресловутой вакцинации. То, что вы сказали, такая ключевая фраза, запомнилась она, что вот, ну, надо подумать, прежде всего, о себе. Не нужно там читать все эти там страшилки, подумать именно о себе. Вот это, мне кажется, главное, я думаю, к чему должно призывать и правительство. не только там думать, как там кнут пряник, а вообще призывать каждого подумать о себе. Ну, и когда ты думаешь о себе, может быть, ты тогда подумаешь и об окружающих, потому что ведь беда всей этой пандемии в том, что мы вольно и невольно, если мы не думаем о себе, то в результате мы наносим вред и окружающим тоже. Мы просто передаем этот вирус и заражаем людей, и для них, для многих из них этот вирус может закончиться летально. Вот о чем нужно тоже думать в контексте всего. Да? Потому что, думая о себе, мы понимаем, что рядом может находиться наши близкие, кто-то близкий нам, кому-то близкие мы. То есть, мы на самом деле все связаны. А правительство, конечно, правительству нужно здоровое население, потому что здоровое население это налогоплательщики. Здесь тоже можно понять государство. И мы нужны друг другу на самом деле больше здоровые, чем больные. Это правда. И себе мы нужны больше здоровые. Вопрос к себе. Что я могу сделать сам для себя? Как я могу справиться с тем, что есть? Вот ответьте себе на этот вопрос. Я думаю, что вы решите вопрос и вакцинации, и так далее. Замечательно. Алена Яковлова у нас была в прямом эфире посредством Зума. Спасибо большое. День в день. Час в час. Минута в минуту.